Здравствуйте! Тема урока правописание N в прилагательных русского языка. Перед тем, как мы начнем разбирать эти правила, нужно сказать, что бывают разного типа прилагательные. Например, есть прилагательные с непроизводной основы, такие как зеленый, синий, юный. Такие прилагательные всегда пишутся с одной N. Есть отыменные прилагательные, есть отглагольные прилагательные. И у каждого типа прилагательных свои правила правописания N. Поэтому перед тем, как применить то или иное правило, мы сначала должны определить, о каком прилагательном идет речь – об отыменном или отглагольном. Что же такое отглагольные прилагательные и отыменные? Отыменные прилагательные – это все прилагательные, которые образовались от имен существительных суффиксальным способом. Например, гусь – гусиный, чемодан – чемоданный, осень – осенний и так далее. Отглагольными прилагателями называются причастия, перешедшие в разряд прилагательных. А вы знаете, что причастие – это у нас форма глаголов. Причастие образуется только от глаголов суффиксальным способом. Например, сеять – сеянный, рассеять – рассеянный, воспитать – воспитанный и другие причастия. Мы с вами разберем для начала отыменные прилагательные. Когда в отыменных прилагательных пишется одна «н», а когда пишется удвоенная «н». Одна «н» пишется, если прилагательные образованы при помощи суффиксов «ин», «ан», «ян» от имен существительных. Например, гусь – гусиный, кожа – кожаный, серебро – серебряный. Эти прилагательные будут писаться с одной «н». Но есть три слова-исключения – оловянный, деревянный, стеклянный. Все остальные прилагательные, образованные при помощи суффиксов «ин», «ан», «ян» пишутся с одной «н». С удвоенной «н» пишутся у нас прилагательные, образованные от существительных при помощи суффиксов «ен», «н» и «он», «н». Например, форма – форменный, авиация – авиационный. Одно слово-исключение – ветреный. Несмотря на то, что там суффикс «ен», мы это слово пишем с одной «н». Но если к нему прибавить приставку, любую, кроме «не», мы напишем это слово с двумя «н». Например, ветреный – с одной «н», безветренный – с двумя «н», а неветреный напишем все равно с одной «н». Запомните. Также с удвоенной «н» мы пишем прилагательные, образованные от существительных, основа которых заканчивается на «н». Например, осень заканчивается на «н», плюс суффикс «н» получается две «н» – осенний. Или, например, камень заканчивается тоже на «н», плюс суффикс «н» – каменный. Чемоданно – чемоданы, луна – луны. Но это не относится к притяжательным прилагательным, образованным от существительных, основа которых заканчивается на букву «н». Например, баран – бараний, ворона – вороний, варан – вараний, потому что эти прилагательные образуются при помощи суффикса «и». В таких прилагательных пишется только одна «н». И запомните прилагательные, которые пишутся с одной «н». Багряный, пряный, пьяный, румяный, ветреный, зеленый, юный, свиной. Итак, давайте подведем итог. С одной «н» у нас пишутся отыменные прилагательные, образованные от существительных при помощи суффиксов «ин», «ан», «ян». Исключение – три слова. Деревянные, оловянные, стеклянные. С двумя «н» пишутся у нас отыменные прилагательные, образованные от существительных при помощи суффиксов «енэне», «онэне». исключение слова «ветреный», а также прилагательные, образованные от существительных, основа которых заканчивается на букву «Н». Это не относится к притяжательным прилагателям. Также с одной «Н» пишутся у нас прилагательные с непроизводной основой, такие как «юный», «синий», «зеленый» и другие. Для закрепления давайте решим один тест. Определите, одна или две «Н» пишутся в следующих прилагательных. Длинный, государственный, обезьяний, оловянный, истребиный, картинный, торжественный, овсяный, авиационный, ценный, деревянный, глиняный, мужественный, старинный. Поставьте видеоурок на паузу и решите тест. Итак, начнем. Длинный, образованно от существительного длина, основа которого заканчивается на «Н», плюс суффикс «Н» пишется удвоенное «Н». Государственный, образованно от существительного государства при помощи суффикса «ЕННЕ», удвоенное «Н». Обезьяний – это притяжательное прилагательное, так как отвечает на вопрос «ЧЕЙ?» Обезьяний, а значит образовывается при помощи суффикса «ИЙ». Обезьян плюс суффикс «ИЙ» пишется одна «Н». Оловянный, слово исключение, пишется удвоенное «Н». Ястребиный, образованно от слова «Ястреб» при помощи суффикса «ИН» пишется одна «Н». Картиный, образованно от существительного «Картина», основа которого заканчивается на «Н», пишется удвоенное «Н». Торжественный, образованно от слова «Торжество» при помощи суффикса «ИННЕ», пишется удвоенное «Н». Овсяное пишется одна «Н», так как образовано от существительного «Овес» при помощи суффикса «Ян». Авиационный, образованно от существительного «Авиация» при помощи суффикса «ОННЕ», удвоенное «Н». Ценный, образованно от существительного «цена», основано «н», плюс суффикс «н», удвоенное «н». Деревянный, слово-исключение, удвоенное «н». Глиняный, образованно от слова «глина», при помощи суффикса «ян», пишется одна «н». Мужественный, образованно от существительного «мужества», при помощи суффикса «ен-н», удвоенное «н». Старинный, образовано от слова «старина», основа которого заканчивается на «н». Плюс суффикс «н» удвоенное «н». На этом мы заканчиваем наш урок. В следующий раз мы поговорим с вами о правописании удвоенное в отглагольных прилагательных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok